Репортёр 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 Я его провел через все европейские инстанции, через все европейские институты и через Венецианскую комиссию. Я получил положительное заключение и оно было, я считаю, что отвечало всем требованиям. Основным языком является все-таки украинский язык и он позволил нам в то время укреплять государственный язык. Мы должны помнить, что есть основной закон, это Конституция и в Конституции записано, что основным языком является, государственным языком является украинский, а другие языки, русские другие языки нацменьшинства должны развиваться. И вы знаете, вот буквально несколько дней назад Венецианская комиссия даже процитировала, что очень редко бывает, Конституцию Украины. И четко было расписано то, что мы предупреждали, говорили, я в своих интервью несколько раз говорил, нельзя навязывать. Когда навязывают что-то, в том числе язык или религию, это всегда имеет серьезные последствия, негативные последствия. И можно сказать, мы приводим пример сегодня, и Венецианская комиссия приводит пример. Вот вдумайтесь, есть такая серьезная организация, которая хорошо воспринимает не только в Украине, но и во всем мире. Это американский институт общественного мнения Гэллоп. И они проводили опрос по Украине и задавали вопросы на украинском и на русском. И вы знаете, 83% отвечало на русском языке. Ну, можно социологические исследования там наши, которые есть в Украине, можно верить и не верить, но мы же говорим, что если говорят американские ученые, то нужно верить. Так я вам привожу пример. Венецианская комиссия, подчеркиваю, что вы ущемляете русский язык. Но ведь это в масштабах Украины проводилось исследование. Если взять Одессу, многонациональный город, 130 национальностей. Абсолютно верно, Наталья. Если мы говорим о Одессе, то в Одессе 96% граждан Украины разговаривают на русском языке. Нужно не забывать, что у нас действительно 133 национальности. И сегодня мы приняли закон образования и в нем записали немедленно в 2020 году закрыть все русские школы. А языки, на которых обучается в школе языки европейских народов, это и румынский, и молдавский, как называют, как в нашем законе образования, они закроются только, перейдут полностью в 2023 году. Но чем русский язык хуже, чем, допустим, молдавский или румынский, ну, наверное, наравне хотя бы. Чем руководствует... Больше того, я вам хочу сказать, но мы это чувствуем везде, и люди все равно разговаривают на русском языке. Невозможно. И чем сильнее вот сегодня государство включается, рычаги принудительного аппарата в отношении русского языка и других языков, тем сильнее сопротивление. Амбуссмен будет штрафовать. Да никто. Вы понимаете, очень плохо, когда принимается закон, а его не выполняет. Вот это яркий пример, который закон о полной украинизации не будет приниматься. Как можно считать более 90% населения, не населения, а населения Одессы, скажем, да, русскоязычных, меньшинством? Ну, меньшинством, вот у нас так зафиксировано, и у нас, вы знаете, надо было принимать, когда принимали Конституцию, нужно было четко определить, как многие страны, которые имеют и 2, и 3, и 4 государственных языка. Если бы мы записали государственными языками, являются украинский и русский, тогда бы у нас никогда не возникла проблема. А так на этом спекулируют, на этом строят предвыборную программу. Ну, и мы видим, экс-президент строил именно на языковой проблеме, поднимал их, что он получил. Еще хуже будет. Поэтому вот сейчас вносятся изменения, проводится реформа образования. И нужно было внести закон на языках. Мы же говорим о Венецианской комиссии. А Венецианская комиссия – это наиболее авторитетный юридический орган. И все государства, как правило, они исполняют это решение от каждого государства, по одному юристу, от каждой страны. И это общее мнение. И принимается абсолютным большинством на заседании комиссии. Вот это практически то, что мы сегодня с вами обсуждаем, когда принималось решение, я сказал, несколько дней назад. И теперь нужно менять, нужно вносить изменения. Какой омбудсмен по украинскому языку? Она будет заставлять меня говорить или пожилого человека, которому 80-90 лет, который еле ходит, передвигается. Она будет накладывать на него штраф, потому что он обращается в аптеку на русском языке. Моразум. Мы говорим о том, что нужна помощь. Его ограбили, не дай бог, что-то совершилось преступление, он обращается, а ему говорят, обращайся на украинском языке. Правда смешно? А в законе это есть. А если ты будешь вот так относиться, то будут привлекать к ответственности. Но оно заранее не выполнено. Вместо того, чтобы не навязывать, ну вот у нас есть в Одессе несколько десятков школ на русском языке. Ну как можно брать и переводить их? Ну как можно переводить их полностью на украинский язык, если семейным языком является русский для многих? Больше того, я вам хочу сказать, что у нас в Одессе, и не только в Одессе, но и в других городах, семейным языком является именно русский. А мы приняли конвенцию о языках, и там четко записано, чтобы развивать вот разные языки. А мы не выполняем конвенцию, мы принимаем нарушение конституции и международных актов, и все равно это сходит с рук. Вот сейчас я считаю, что немедленно нужно вносить изменения. В первом чтении рассмотрели, во втором чтении закона образования, высшем образовании, так давайте внесем эти изменения. Мы имеем опыт уже хороший. Мы 12 лет преподаем на тех языках, которые хотят слышать наши студенты, изучать те или иные предметы на языках. На английском, французском, немецком, китайском, арабском. Так это очень здорово, на русском, если хотят они. Правда, ну вот сегодня ставят в такие рамки, что мы вынуждены будем принимать какие-то меры. У нас 90% западная Украина, центральная и западная Украина приезжают, потому что хотят получить хорошее образование. Хотят иметь родителей, посылают сюда, и хотят, чтобы их дети были успешными. А успех зависит от хорошего образования. Но у нас никогда не было вопросов. Вот сколько существует 22 года наш УЗ, они сами избирают язык обучения. Есть вопросы у наших телезрителей. Есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. У меня вопрос по новому закону образования. Скажите, пожалуйста, нормальная ли реформа, которую сейчас предлагают по поводу образования? Я считаю, что неправильно. Вместо того, чтобы укреплять автономию высших учебных заведений, у нас идут по другому пути. Автономия, если мы говорим, чтобы развивалась наука, чтобы развивалось образование, не нужно навязывать, не нужно административными методами навязывать то или иное положение. Вот сегодня у нас как раз Совет ректоров не так давно в Одессе собирался в здании Национального университета Одесской юридической академии. Обсуждали вот этот проект закона образования, о внесении изменений в закона образования. Вы знаете, ни один ВУЗ не поддержал эту реформу. Больше того, я уже начал говорить, что давайте внесем изменения. И обучение высших учебных заведений должны сами определять студенты. Это правильно, это хорошо. В нарушении 53-й статьи Конституции Украины нам запрещают открывать филиалы. Вот, допустим, у нас есть неплохой филиал в Киеве. Мы его построили. Там более тысячи студентов сегодня учатся. Один из самых крупных в Украине. Да, специалисты в области интеллектуальной собственности. В законопроекте написали, что нельзя открывать филиалы в Киеве, в Днепропетровске, в Харькове, во Львове и в Одессе. В крупных городах. Ну, это же имеет судебную перспективу. Вот обращение в Конституционный суд, и оно будет удовлетворено. Потому что это явное нарушение Конституции и ущемление автономии, университетской автономии. Больше того, мы знаем, что если автономия университетов, то она должна быть действительно такая, как у нас было и до 1917 года в Одессе. Что если берем университет Мечникова, территорию всего университета, если даже совершается правонарушение полицейский, жандарм, не имел права зайти на территорию университета без разрешения руководства университета. А сегодня в Гонконге то же самое. В Греции, если совершается правонарушение, в университет никто не имеет права зайти без разрешения УЗА. А мы сегодня наоборот. Все, что необходимо сделать, мы просто уничтожаем автономию. Извините, что я так болезненно, потому что я вижу, как рушится это направление через действующее законодательство. Вместо того, чтобы взять все лучшее из международного опыта. Пожалуйста, звоночек. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Из горевшего колледжа вы обещали принять веточек. Будет такой вопрос решен в ближайшее время? И еще, там же сгорели все документы, понимаете, в чем дело даже? Вы знаете, когда только совершилась эта трагедия, вот на следующий день мы сразу, мэр города пригласил, собрали штаб, все руководство города было, потому что у нас родственные специальности есть. Вот в Международном гуманитарном университете есть специальность и аудит, и бухгалтерский учет, и туризм, ну и право. И мы предложили свою помощь детям. И говорим, пожалуйста, мэр обратился ко мне, давайте, говорит, возьмем этих деток, потому что трагедия. Еще тогда сообщение было, что один человек погиб. Ну стресс для всего коллектива, и для преподавателей, и для студентов. И мы предложили свою помощь, и говорим, пожалуйста, мы готовы взять, у нас хорошие условия, хороший преподавательский состав, и мы бы этих детей доучили на тех же условиях. Кто на бюджете, на бюджете выучился бы. Кто по контракту, если он даже меньше, то мы на таких же условиях приняли бы, всех и доучили. Преподаватели сегодня у них, они тоже, не знаю, тоже бы взяли на работу, ну хотя бы на год, на два, на три, на сколько, или на полгода. Ну вы понимаете, прервали учебный процесс. Ну нужно просто чувствовать боль тех людей, которые пострадали. 16 человек погибло. Да мы должны всем приложить максимум усилий. Я вот сегодня через средства массовой информации обращаюсь к тем студентам, ко всем преподавателям. Если они захотят работать и учиться в Международном гуманитарном университете, в Национальном университете юридической академии, я их всех возьму. У нас позволяет лицензионный объем, у нас есть возможность, чтобы в это тяжелое время помочь им. На следующий день после того совещания, после того, что мы увидели, наши студенты первые откликнулись, пошли на станцию переливания крови. Они предложили свои услуги, закрыли станцию, говорят, достаточно. Вот они взяли там больше ста человек. Еще на следующий день. То есть, какая помощь нужна? Мы собрали материально средства студенты и преподаватели. Это же беда. Когда беда приходит, нужно всем объединиться и не говорить, кто виноват в этой ситуации. Виноваты все. И органы власти виноваты, наверное, и руководство, виноваты, наверное, некоторые и преподаватели. Но дети не виноваты. Вы сегодня, знаете, вот такая трагедия, которая не должна больше повториться. И нужно принять все меры для того, чтобы все, что связано с пожарной безопасностью, мы должны пересмотреть все. Мы, допустим, у себя в профессионально-технических училищах, которые у нас есть, мы убрали всю вагонку, мы закупили новые огнетушители. Мы там ряд мер приняли для того, чтобы это, не дай бог, не повторилось. Но надо смотреть. И знаете, тепло. Нужно, чтобы дети же учились в тепле. Потому что если холодно, если неподъемные коммунальные услуги, конечно, наверное, руководство этого колледжа экономило на тепле. И вот мы имеем такую беду. Но об этом уже десятки раз говорили, обсуждали. Я еще раз повторяю, мы готовы помочь всем, кто нуждается сегодня в отношении учебы и работы. Говоря о пожарной безопасности, в Одессе строится крупнейший социальный объект. Это Международная академическая школа на улице Академической. Какие меры безопасности предусмотрены там? Вы знаете, вышли новые нормы пожарной безопасности. Для всех объектов, особенно то, что касается дошкольных, школьных и учебных заведений, да, и учреждений здравоохранения и так далее. Они очень жесткие. Мы остановили все отделочные работы. Завели все то, что необходимо в соответствии с новыми требованиями. Мы же начали строить ее пять лет назад. Когда поменялись нормы, я сказал, остановите все. И сегодня лучшая структура, которая имеет хорошую характеристику, которая конкретно занимается пожарной безопасностью и установлением сигнализации, мы их пригласили, и вот они сегодня делают. Мы заплатили огромные деньги, вернее, согласились на огромные денежные средства для того, чтобы установить именно настоящую пожарную сигнализацию и пожарную безопасность. Но на этом экономить нельзя. Это беда. Потому что если сразу не сделаешь, сложно потом будет решать. Вот мы смотрим, у нас все в порядке вроде бы в университете. Мы вынуждены сейчас изыскивать дополнительные средства, чтобы ликвидировать те промахи, которые, я уверен, что и во многих других учреждениях такая же ситуация. Пожалуйста, у нас диалог с одесситами. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, ну, как сказать, что по поводу языка, которые приняли закон о языке, у нас, как вы говорили, 96% разговаривают на русском языке люди. И почему нам, как бы, ну, насильно заставляют, я вот не могу понять, почему нас заставляют говорить на украинском, это должно прививаться с, как бы, с любовью, а не с законом, каким-то, который еще амбудсменом представляет, ну, к бабушке, которая разговаривала всю жизнь на русском языке, я вообще считаю это дикость. Почему не приставят к тем преступникам, которые зарплату не выплачивают людям, которые грабят, которые приходят, и вот эти, я не понимаю, активистов, которые командуют, приходят, вместо того, чтобы пришла, ну, правоохранительный орган и разобрался в ситуации. Я не понимаю, почему надо язык вот так, таким, ну, как вам, так, ну, такое внимание к языку, который, ну, между, в разъебности между людьми, я не могу просто спешу. Это мнение одесситов, которые выросли 93% одесситов, вот озвучили. Вы знаете, я уже с этого и начинал. Решение Венецианской комиссии, я хочу повторить, заострить ваше внимание и внимание всех органов, депутатов, которые избраны от Одессы. Но обратите внимание, вы же сами говорите здесь, в городе и в Верховной Раде, я не понаслышке знаю, абсолютное большинство депутатов говорит на русском языке. Но из-за одной политической силы они нам испохабили полностью все. Я один из тех, кто стоял на страже соблюдения закона в отношении языка. И я думаю, что, ну, и сегодня нужно помнить, что тот закон, который называют закон Кивалова-Колесниченко, был отменен Конституционным судом. Не по содержанию, а по процедуре принятия. Кто-то за кого-то проголосовал. Моразм, мы и говорили, и подтверждали, да, мы переголосуем, вот и переголосовали. И они перед выборами сделали такой подарок, в первую очередь, наверное, для Одесситов. Теперь нужно вносить изменения. Мы готовы, у нас есть законопроект. Я его разработал абсолютно новый, с учетом требований международных экспертов. С учетом Венецианской комиссии, вот она, ну, нужно, чтобы вы, жители, тоже поднимали, писали, говорили, обсуждали. Без вашего мнения ничего не сдвинуть. Вот мы предупреждали. Никто не может сказать, что я пассивный образ жизни вел в отношении именно этой проблемы. Вы же помните, что было на Западной Украине, когда закон Кивалова-Колесниченко был принят. Какие проводили разные митинги, кричали, там, оскорбляли и так далее. Но мы все равно шли, и мы все равно тогда приняли этот закон. Но я надеюсь, что президент Украины, который говорит, он, ну, он с Востока вырос в русскоязычной семье. Наверняка хватит у него мужества, и наверняка он сделает все для того, чтобы внести изменения или принять абсолютно новый закон о языках. Я готов все наработки, которые есть у нас сегодня, отдать, чтобы Верховная Рада приняла этот законопроект. У нас есть все. Искусство продолжает, есть новый звоночек. Да. Просим дать новый звоночек. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Сергей Васильевич, на первый вопрос вы ответили. Был такой закон Кивалова-Колесниченко. Вы на него ответили. И вы, если помните, все аплодировали вам, когда был принят этот закон. Одесса будет все равно говорить по-русски. И как тот закон будет действовать, просто непонятно. И второй вопрос. Сергей Васильевич, что вы знали, что мы все, вот, маршала Гуру 18-Б, считаем вас нашим депутатом, потому что весь дом голосовал за вас. Какие там, что произошло, мы не знаем. Но мы считаем, что это подделка какая-то. Столько лет вы были депутатом Верховного Совета, и всегда к вам приходили как к родному посоветоваться, поговорить, порешать. Спасибо. Спасибо. Но я уже ответил, знаете, самое страшное, когда принимается закон, и он не воспринимается обществом. Вот Одесса не воспринимает этот закон, который был принят о полной украинизации нашего общества. И он не будет восприниматься, пока мы не имеем соответствующие изменения. Но мы, видите, настолько больная тема, что все вопросы, которые сегодня задаются в нашем прямом эфире, они касаются русского языка. Но мы не искусственно подняли эту тему сегодня, вот, с ведущим. Почему? Потому что именно сейчас, я подчеркиваю, вот несколько дней назад было опубликовано заключение Венецианской комиссии, которое указало всем органам власти, чтобы внести срочно закон о языках. И учитывать то, что есть сегодня абсолютное большинство русскоязычного населения. Я подчеркиваю, русскоязычного населения иногда русский язык путают с российским языком. Российского языка нету. Есть великий русский язык, о котором говорят сотни миллионов людей. Вот в том числе и у нас в Одессе. Наш президент, ему удобнее говорить на русском языке. Мы же видим, мы же наблюдаем. И он думает на русском, а потом переводит на украинский. Но нужно политическая воля внести. Готовый есть законопроект. А то, что касается выборов, ну, знаете, я абсолютно спокойно к этому отношусь. И я с большой симпатией и уважением отношусь ко всем одесситам. Я буквально на следующий день, ну, пожелал успехов тому депутату, который победил на 135-м избирательном округе. Но это, я считаю, что это нормальное явление. Те социальные проекты, которые у нас были, и которые есть, и которые сегодня, они востребованы, мы и будем продолжать их. У меня есть возможность принимать граждан. Я больше могу помогать как адвокат, действующий адвокат. Я восстановил адвокатское удостоверение. Если я раньше мог только консультировать, а сегодня я могу принимать и принимаю граждан не только Приморского района, но и граждан нашего города. И могу выступать в судах и защищать как адвокат в судах граждан. Я думаю, что это, наверное, самое главное, чтобы жители нашего города знали, что есть бесплатная юридическая клиника, которая работает. Есть Кивалов, который как принимал, так и будет принимать граждане, оказывать бесплатную юридическую помощь всем, кому это необходимо. Я вот буквально несколько дней назад был в юридической клинике, встречался с теми моряками, которые пострадали. Они сегодня обращаются в суд, они сегодня обращаются и в Европейский суд по правам человека. Я встречался два дня назад с судьями Европейского суда по правам человека, которые уже по Украине приняли несколько законопроектов. Можно о решениях ЕСПЧ мы поговорим буквально далее. Одесситам сегодня есть что сказать, они очень активные. Пожалуйста, звоночек в студию. Алло. Да, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Я хочу сказать... Говорите. Я хочу сказать, Сергей Васильевич, большое спасибо вам за ваши заботы. Мой внук учится у вас на коммунистарном факультете. Я знаю много, что вы делаете. Заботьтесь, как отец, о своих студентов. Сейчас вы помогаете тем, кто пострадал и нуждается в вашей помощи. Большой вам поклон и спасибо за все. Я теперь спокойна за своего внука, что он учится. Я уверена, что все получится у вас. Будьте здоровы, счастья вам и здоровья. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Сергей Васильевич, вернемся к решениям Европейского суда по правам человека. Вы начали уже эту тему. И буквально не так давно ЕСПЧ дал свою оценку по делу о полях и другие. Илюстрации. Да, в деле о люстрации. Как теперь Украина будет жить после этого решения? Чем грозит? Кому мы теперь будем выплачивать компенсации? Вы знаете, вот все начиналось именно тогда, в 2014 году. Я был членом Венецианской комиссии. Мы на заседании Венецианской комиссии рассматривали вопрос, связанный с люстрацией. И я выступал и говорил, что нельзя допустить принятие этого закона. Ну, у нас, знаете, как шулеры. На заседание Венецианской комиссии приезжал и министр юстиции, и заместитель министра юстиции, и говорили, что мы внесем изменения, мы сделаем, мы не допустим, чтобы страдали тысячи людей и ничего не сделали. И приняли этот закон о люстрации, который нарушает Конституцию, нарушает основные принципы соблюдения прав человека. И тогда было решение Венецианской комиссии. Но решение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер. Ну, как правило, все государства выполняют именно рекомендации Венецианской комиссии. Почему? Потому что есть наивысший судебный орган, Европейский суд по правам человека. Они ссылаются на решение Венецианской комиссии. Значит, то, что принимается в этой авторитетной комиссии, оно должно выполниться. А ЕСПЧ это уже не предвидательный характер? А ЕСПЧ абсолютно верно. И Европейский суд по правам человека – это орган, который накладывает в том числе и штрафные санкции. И вот закон о люстрации обратилось несколько человек. И впервые за многие годы в практике Европейского суда по правам человека было рассмотрено сразу несколько человек. И все они были удовлетворены эти жалобы. Почему? Потому что человек должен отвечать за свои поступки. А не то, что было прописано. Тысячи, десятки тысяч людей пострадали из этого закона о люстрации. Молодые люди, относительно молодые, которым 50, 55 лет пострадали, которые еще не вышли на пенсии. Работники правоохранительных органов. Те, кто непосредственно добросовестно исполнял свои функциональные обязанности. Я не десятки раз, а сотни раз говорил. Нельзя принимать. Украина понесет ответственность за принятие закона о люстрации. И то, что, к великому сожалению, я говорил, оно состоялось. И сегодня государство будет выплачивать каждому, кто обратится в Европейский суд по правам человека, огромные денежные средства. А если будет принят, а я уверен, что, наверное, так и будет, пилотный проект, такая терминология есть, государство из своей казны, не из казны тех, кто принимал этот закон и кто подписывал этот закон, которые аплодировали, говорили, это самый лучший закон, избавимся от этих, кто принимал законы, избавимся от тех, кто работал с Януковичем вместе. Вот сегодня Европейский суд прописал заплатить столько, не только моральный ущерб тому человеку, который обратился, но и все затраты, адвокатские, командировочные, проживание, гостиница. Это миллионы будут. Я подчеркиваю, миллионы из казны государства, потому что мы приняли закон, который допустили серьезное нарушение. С них нужно спросить, внести изменения в действующее законодательство, и не должна быть политическая ответственность. Ответственность юридическая должна быть. Вот как, что, вы думаете, руководство страны не знало, что это нарушение прав человека? Что они не читали заключение Венецианской комиссии, которая вышла в 2015 году, в 2014 году? Конечно, знали, все равно на пролом, вот политически лучше вот так. Ну и они получили, конечно, свою оценку во время выборов, но сам факт, государство страдает. Но у нас еще Конституционный суд... Подключиться к вашему вопросу хотят телезрители. Я вам хочу сказать, что Конституционный суд трусливый у нас, потому что они ждали решения Европейского суда, пока они примут полюстрации. Конституционный суд. Конституционный суд 4 года ждал, пока мисс примет решение Европейский суд. А если бы они приняли, то не было штрафных санкций и не было бы решения Европейского суда. Вот здесь все вместе в сочетании нужно просто подбирать туда людей, в том числе и в Конституционный суд, которые могут принять решение. Всегда должны помнить, пусть рухнет мир, но закон восторжествует. Всегда нужно, не знаешь как, поступай по закону. Я всегда так поступал, и иногда мне говорят, зачем ты поднимаешь эти вопросы? А как не поднимать? Кто будет поднимать, если не мы? Мы же видим, что здесь по закону иллюстрации есть судебная перспектива. Я об этом тысячу раз говорил. Но вот общественники эти, так называемые общественники, они настолько запугали и судейский корпус, и прокуратуру, и полицию, что они думают, ну а не, подождем решение международного суда. Так международный суд принял. Зачем говорить о международном суда? Получается, мы не можем решить вопросы в нашей стране? Но они все равно решили. Украина же взяла на себя обязательства. Закон о языках, закон о иллюстрации, о судебной системе. Мы же подписываем международные соглашения, и нормы международного права имеют большую юридическую силу, чем нормы национального законодательства. Чем грозит их нарушение? Нарушение грозит штрафами. Вот сегодня Украина из казны будет выплачивать. Все, кто обратился на европейский... Где брать эти деньги? А вот у нас нет денег, чтобы повысить пенсии, повысить минимальную зарплату, а мы исправляем из своего кармана ошибки тех чиновников, которые принимали. Нужно опубликовать всех тех, кто принимал этот закон и кто подписывал этот закон о иллюстрации. Тысячи молодых людей относительно, работоспособных, которые сегодня пострадали. Конечно, они сегодня уже не пойдут, наверное, на те должности, с которых их ушли. Но вот розыск разогнали весь. Сегодня преступников некого ловить, потому что они работали в то время. Раз ты работал начальником розыска, выгнали, и он сегодня не может. Или, допустим, командир воинской части, или пограничные войска, которые раньше входили в систему КГБ. Они говорят, да как? Мы не по своей воле служили, допустим, в пограничных войсках, потому что нас призвали в армию. Я пострадал от этого? Ну, это бред, мне даже неловко даже говорить. Но вот даже в решении Европейского суда по правам человека зафиксировано те, кто был первыми секретарями, вторыми секретарями райкома партии. Их повыгоняли, а сегодня Европейский суд по правам человека говорит, их нужно восстанавливать. И государство должно заплатить еще за вынужденный прогул, за обращение к адвокату и так далее. Вы понимаете, что, к сожалению, не эти платят, которые принимали, а граждане, простые граждане, вынуждены оплачивать за ошибки тех правителей, которые допустили такое нарушение. Может быть, стоит начать уже прислушиваться к международным органам? И опубликовать. Люди должны знать, кто принимал эту реформу и кто рукоплескал и говорил, что вы ничего не понимаете, мы сделали революцию. Вот революция дошла и до Европейского суда по правам человека. Венецианская комиссия в том числе прокомментировала судебную реформу. Как вы к ней относитесь? Вот считаете ли вы ее на сегодняшний день эффективной? Я вам хочу сказать, что это то же самое будет, что с люстрацией. Венецианская комиссия уже прокомментировала и говорят, просто записали, что сегодня сформирован Верховный суд 100 человек. Если вы решили по закону 50 оставить, то вы будете любой судья из этих 50 человек обратиться в Европейский суд по праву человека. Вы вынуждены будете его восстановить, я подчеркиваю, восстановить. И второе, выплатить компенсацию за вынужденный прогул. Поэтому все то, что сегодня делается, нужно подумать, как отыграть назад. Если есть вариант, который из тех 50, которые не попадут в Верховный суд, нужно отсрочить. Естественно, кто-то сам уволится, кто-то на пенсию пойдет. Тогда это не будет нарушение. А если мы пойдем опять по такому пути, будет проблема. И Конституционный суд, я думаю, что сегодня уже, наверное, прислушается к мнению Венецианской комиссии. Ранее Национальный университет Одесской юридической академии посетило сразу 4 судей Европейского суда по правам человека. В свете последних событий, тех решений, которые вынесли, новое решение ЕСПЧ, планируете ли провести что-то подобное в стенах ВУЗа, собрать, снова пригласить судей ЕСПЧ? Мы ежегодно проводим такие международные конференции. И приглашаем на эти конференции и судей Конституционного суда, и судей Верховного суда. Она всегда проходит на базе Национального университета и юридической академии. Я вот недавно встречался буквально несколько дней назад с одними судей Европейского суда по правам человека. И договорились, что также в мае месяце мы будем проводить такую же конференцию, как и в прошлом году, как и 3 года назад, как и 5 лет назад. И самое главное, чтобы мы четко знали все решения Европейского суда по правам человека. Потому что сегодня решение Европейского суда по правам человека является нормой права для Украины. У нас записано это в основном законе. Давайте примем еще один звонок. Это раз. И второе. Все решения Конституционного суда и все решения Европейского суда по правам человека есть у нас. Как только выносятся эти решения, оригиналы присылают в Национальный университет и юридическая академия. По-моему, это единственное высшее учебное заведение, куда присылают бесплатно все решения Европейского суда по правам человека. Это я говорю для всех, кто интересуется этой проблематикой. Пожалуйста, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Многоуважаемый Сергей Васильевич, я выношу вам личную благодарность за ваше участие, прямое участие в освобождении одного моряка, который задержан был в Иране. Низкий вам поклон. Я Елена Николаевна Вероновская, бабушка этого моряка. И желаю вам успехов. Я очень рада и желаю вам здоровья и многое, чтобы вас удовлетворяло ваше решение, вашей работы. Мне очень, чрезвычайно жаль, что вы не стали депутатом Верховного Совета, но вы академик государственного права. И будете это нести. Это ваше призвание, ваш долг, за что вам низкое спасибо, большое спасибо. Спасибо вам за теплые, добрые слова, но я эту историю очень хорошо помню. Наверное, не только я, но и многие одесситы. У нас буквально одна минута остается. После нашей студии начинаются новости. Буквально ваши многочисленные социальные проекты. Будут ли они продолжать действовать? Юридическая клиника, прием граждан, помощь морякам, таким как Андрей Новичков, которого вы освободили из иранского плена. И еще сотни других моряков, да, и это Меконг Спирит, и Балкерса, которые были тоже освободены. Наташа, будут продолжаться наши социальные проекты. Они сегодня ведутся, и никто их не закрывал. Больше того, то, что мы с вами вместе строим эту школу, я имею в виду вместе с одесситами, и эта школа, она так и называется, международная академическая школа. Она уже приближается к строительству, к концу. Ну вот вы знаете, то одно, то второе. Вот мы сегодня с вами затронули вопрос пожарной безопасности, переделали. Но я вижу этот объект. И я практически каждый день бываю, и сегодня реже бываю в Киеве, в основном в Одессе, и каждый день практически на стройке. Посмотрите, я буду, и вы будете все гордиться таким проектом, как Международная академическая школа, где будут не только учиться дети, но и заниматься спортом. Будет блестящий, хороший бассейн, который дети со всех районов могут приехать и заниматься плаванием. Здесь будет несколько спортивных таких сооружений прямо при школе. Открытая площадка, спортивный зал, самый красивый, самый лучший спортивный зал, в котором мы завершили строительство. Применены новые технологии. И вообще я живу этим объектом. Я думаю, что я вместе со своими коллегами, друзьями построим этот объект. И мы будем гордиться, что лучшая школа в Украине – это Международная академическая школа, которая находится в Одессе. Она так и называется – МАШО. Название, которое придумали одесситы, кстати. Они предложили такое название. Ну и самое важное, что мы будем готовить людей, которые будут, помимо того, что будут иметь хорошие знания, они будут еще духовно обогащены, потому что там при школе будет два храма. Это очень важно. Второй объект – это бесплатная юридическая клиника, которая работала и будет работать. И я буду принимать два раза в месяц и оказывать непосредственную помощь, я уже сказал, гражданам, которые нуждаются в этом. Другие социальные объекты. Вот мы только закрыли танцевальную площадку на Ротонде. Она так и продолжалась. И до ноября месяца, уже когда холодно, артисты наши, они могут сорвать голос. Но сколько мы знаем, танцевальные занятия не прекратились. А вот то, что касается социального объекта, связанного с залом, они сегодня есть. Это те люди пожилого возраста, которые многие годы проработали, трудились и сегодня остались, и им нет возможности пойти куда-то в клуб или отдохнуть. Они же тоже хотят каких-то видеть, поднять себе настроение и так далее. Те спортивные комплексы, которые у нас есть, бесплатные, они для детей с малообеспеченных семей, они тоже работали и будут работать у нас. Спортивные площадки на 8-й станции мы завершили, построили сегодня. Закрытые спортивные площадки, открытые в городе, где будут заниматься все желающие. Мы ведем переговоры и с областным советом, и с областной администрацией, и с мэром города. Это при сдаче нашего объекта, основного школы, потому что там почти 22 тысячи квадратных метров. Это огромный объект, который нужно будет оплачивать коммунальные услуги. Поделим, наверное, вместе, потому что школа сама не сможет оплачивать именно за это. Потому что там будут учиться не только дети с обеспеченных семей, но и дети, которые не имеют родителей, дети, которые имеют одного родителя. Но вместе мы все сделаем, и там будут учиться дети бесплатно в этой школе тоже. Потому что мы должны помогать тем, кто сегодня нуждается в этом. Ну и другие социальные объекты, которые есть, мы будем развивать. И вот те песни у моря, пою о тебе и Одесса моя концертная, мы тем более в Международном гуманитарном университете открыли новую специальность артисты. И сегодня я горжусь тем, что именно в Международном университете открыт этот факультет, который не дает плюс в экономике университета. Но он востребован. Через 10 лет, он через 7 лет, мне сказали, начнет приносить какой-то доход университету, какую-то прибыль. А сегодня нужно просто, чтобы другие факультеты помогали. Мы открыли в этом году факультет кибербезопасности. Я горжусь этим факультетом. Он называется факультет кибербезопасности информационных технологий. 200 человек в этом году взяли. Набор сделали, самую лучшую технику, которая есть, мы закупили. Мы остановили строительство учебного корпуса, а все пошло на приобретение самой современной техники, чтобы не отстать и чтобы дети научились работать на этой технике. Вот они впервые мне в день рождения нашего университета, когда было 22 года назад, 2 декабря, мы создали этот университет. И в день рождения университета они подарили герб нашего университета, который выполнили студенты первого курса на компьютере 3D. И сделали своими руками, с такой гордостью принесли, вручили герб нашего университета. 3D на принтере сделать на первом курсе. Да за ними будущее и перспектива. Нужно любить свое дело, нужно заниматься и жить этим. И если ты будешь любить свое дело и будешь отдавать свою душу, если ты будешь делать все, что ты умеешь и знаешь, а меня государство научило и мне Одесса очень многое дала, и я сегодня отдаю все, что я сегодня имею, но я думаю, что это будет справедливо. Не знаю, получится у меня или нет каждого сегодня Одессита обнять, сказать, высказать слова благодарности и поздравить с наступающим Новым Годом. Всем нам удачи, благополучия. Я очень хочу, чтобы в каждой семье, в каждом доме был достаток, была любовь. И пусть нас всех хранит Господь. С наступающим Новым Годом, дорогие Одесситы. Сергей Васильевич, благодарим Вас за эту беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию, обсудить эти вопросы, подвести итоги. Мы вам также желаем, вся команда репортера, успехов в реализации всех ваших социальных проектов, плодотворной деятельности. Это была студия на телеканале «Репортер». Сегодня у нас в гостях был почетный гражданин города Одессы, президент Национального университета Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Меня зовут Наталья Апара. Оставайтесь с репортером.